Глава 2. Подзаголовок 3. Полковник Ричард Майнер Цаген. Мы не можем дружить одновременно и с арабами, и с евреями. Однако в британской администрации оставалось горстка чиновников, сочувствовавших сионизму. Эти люди вели упорную и в конечном счете обреченную борьбу за реализацию политического курса, определенного Ллойд Джорджем и Бальфуром. Они придерживались воззрений, прямо противоположных тем, что защищали арабисты в кавычках. Заискивание перед арабами представлялось им бесперспективным делом, и они считали, что Британия не сможет полагаться даже на тех арабов, которые проявляют готовность сотрудничать с ней. Содействие же евреям, по их мнению, должно было привести к созданию мощного западного государства в самом сердце Ближнего Востока. Наиболее убедительно защищал эту позицию полковник Ричард Майнер Цаген, глава британской разведывательной службы на Ближнем Востоке, блистательные операции которого немало содействовали успешному освобождению Палестины от турок в 1917 году. Майнер Цаген признавал позже, что в начале своей карьеры он был антисемитом, однако его мнение о евреях и сионизме изменилось в ходе Первой мировой войны, когда ему приходилось пользоваться услугами еврейских и арабских агентов. К 1919 году, когда он был назначен политическим координатором мандатной администрации в Палестине, Майнер Цаген был уже убежденным сторонником сионизма. Его просионистская деятельность достигла апогея, когда он встретился с Гитлером, чтобы попытаться спасти евреев Германии и обеспечить им убежище в Эрецисраэль. Майнер Цаген был независимо мыслящим британским патриотом. Замечательный характер этого человека проявился при его встрече с Гитлером. Фюрер, шествуя к Майнер Цагену, вскинул руку и воскликнул. «Хайль Гитлер!» Не дрогнув ни единым мускулом, Майнер Цаген ответил. «Хайль Майнер Цаген!» Став представителем Больфуровского МИДа в Палестине, Майнер Цаген обнаружил, что он «один здесь, среди неевреев, защищает сионизм». Конец цитаты. Тем не менее, он упорно настаивал на том, что поддержка сионистских устремлений соответствует принципиальным интересам Британии. Национальные противоречия сулят крах нашей позиции. Мы не можем дружить одновременно и с арабами, и с евреями. Я считаю правильным развивать дружеские связи с теми, кто сохранит нам верность в будущем, то есть с евреями. Хотя мы очень много сделали для арабов, они не знают, что такое благодарность. Более того, они будут тяжким временем для нас, а дружба с евреями – это хорошо вложенный капитал. Кроме того, евреи доказали свои бойцовские качества еще во времена римской оккупации Иерусалима. Арабы – плохие бойцы. Они способны лишь к грабежу, саботажу и убийствам. Мое предложение приведет к реальному укреплению наших позиций на Ближнем Востоке. Конец цитаты. За три десятилетия до провозглашения независимости Израиля Майнер Цаген был абсолютно убежден в том, что союз с евреями, поддерживающими ценности западной свободы, есть единственный способ сохранить позиции Британии в Ближневосточном регионе. «Мы потеряем контроль над Суэцким каналом в 1966 году. К этому времени нас выгонят из Египта, и канал может быть закрыт для наших кораблей. Я всегда рассматривал Палестину как ключевую точку для защиты Ближнего Востока. Поэтому на прошлой неделе я вступил в контакт с Вейцманом, чтобы окончательно обговорить, получит ли Великобритания возможность сохранить свои воздушные, морские и военные базы в Палестине, когда там возникнет суверенное еврейское государство. Кстати, на евреев можно положиться во всем, что касается выполнения соглашений. На арабов же полагаться невозможно. Если у нас будут собственные базы в Палестине, британские позиции на Ближнем Востоке можно будет считать гарантированными. Конец цитаты. Борьба между Майнерцагеном и антисионистами достигла высшей точки в марте 1920 года, когда эмир Фейсау был провозглашен королем всей Сирии, включая Палестину. Британская мандатная администрация не могла формально признать его власть над Палестиной, но она организовала яростные арабские демонстрации, участники которых требовали положить конец прессионистской политике Лондона и включить Палестину в состав Сирии. По согласованию с Фейсалом, губернатор Иерусалима Сторс и начальник его штаба Ричард Уоттерс Тейлор оказывали всяческое содействие организации панарабистских радикалов, во главе которой стоял Хадж Амин Эль Хусейни. Англичане были уверены в том, что он выступит за включение Палестины в состав Сирии. Майнерцаген был вынужден использовать агентов для того, чтобы обеспечить себе контроль над антисионистской деятельностью мандатной администрации. Он свидетельствовал, что в начале 20-го года Уоттерс Тейлор обратился к арабским радикалам с предложением организовать серию антиеврейских беспорядков, цель которых – убедить британское правительство в непопулярности его прессионистской политики. Губернатор Иерусалима Сторс и эмир Фейсал были осведомлены об этой инициативе.